35-летняя Ксения Собчак родила сына в одной из элитных клиник Москвы. А ведь еще несколько лет назад она отзывалась о детях пренебрежительно, как о мелких гаденышах. Но вот теперь сама стала матерью маленького орущего комочка. Как теперь Ксения Анатольевна будет воспитывать сына? Куда поедет прямиком из роддома? И будет ли добавлять в меню своего кафе детские блюда? Попытался предсказать Сергей Гладун. В новогодней публикации Ксении Собчак с пожеланиями к Деду Морозу о детях не было ни слова. Стажировка за границей, сделать журнал еще более интересным, учить итальянский и пережить кризис, не став нищебродом. Перевыполнил план зимний волшебник. 18 ноября, теперь самый счастливый день. Я мама прекрасного мальчика. Ну, наконец-то! Спустя две недели после своего 35-летия Ксения Собчак рожает сына. Для ее мужа, актера Максима Виторгана, это уже третий ребенок. Мама сына в счастливое плавание. Телефоны родителей и близких родственников молчат, но по данным СМИ, роды проходят без проблем в элитной подмосковной клинике. Подготовка к волнующему событию ушла долгие месяцы, и популярная леди успевала все и везде. Я всегда ко всему готова, поэтому мне не надо готовиться. День рождения телеканала Муз-ТВ. Беременная на девятом месяце Ксения Собчак, убедившись в зеркале, что живот на месте, пишет на сцену. Этот же день моднится уже на другом светском мероприятии. Она реально терминатор, но в хорошем смысле этого слова. Я не знаю, как она это делает. Ей только можно восхищаться ее энергией, трудоспособности. А вот Ксения Анатольевна танцует чуть ли не в присядку под песню группы Ленинград «Очки и Собчак». ПОЕТ А ведь недавно и предположить было нельзя, что телеведущая захочет стать мамой. Ксения, Собчак, мать, это, конечно, вообще в какой-то такой далекой перспективе, пока для меня, что это где-то, ну не знаю, в 98 лет. Собственная мать Людмила Нарусова умоляла молодую Ксюшу одуматься. Родится такой маленький гаденыш. Надо его кормить, там попу вытирать. Это, понимаешь, когда-то у меня тоже родился маленький гаденыш. Ну и вырастет вот такой, как я. И кому это надо? В итоге, когда Собчак забеременела, все думали, что будет именно девочка. Даже на тотализаторах лидировала эта позиция. Количество ставок превысило уже тысячу. Если понимаем, что это событие уже стало всем известным, ну, допустим, УЗИ, мы прием ставок ограничили. Однако на рост и вес ребенка ставки все еще принимаются. Мама Ксении и вовсе предполагала, что будут близнецы. Буду принимать поздравления, когда это интересное положение закончится. Хочу и мальчика, и девочку, может, двойня. Но нет, родился один мальчик. Теперь все гадают, как назовут Виторгана-младшего. Максим шутит, что будет Антон. Хотим у вас. Протива, назвали Антоном. Вообще с меня относились. Вот как-то по-простому. Ване, Пете, Феде. После роддома Ксения Собчак отправится в загородный дом к своей маме в Горке-8. За кордонами охраны воспитывать малыша как-то комфортнее. Мужественно взял вес, а я и рада. Тем временем в кафе Ксении Анатольевны, наряду с Наполеоном и пирогом Тути Фрути, за 150 рублей готовят детское меню. Круг друзей золотого мальчика уже сформирован. Сын Яны Рудковской, гном Гномыч, дети Натальи Водяновой и певицы Глюкозы готовы поделиться своими игрушками. Но у популярной мамы за один пост в Инстаграме и так будут все новинки детской индустрии. Она либо что-нибудь напишет, либо распиарит школу, в которую пойдет ее сын, либо детский сад, в котором будет проводить время ребенок Ксении. Она что-нибудь придумает и там построит Диснейленд. Она будет очень крутой мамой, потому что она будет, я уверена, развивать своего ребенка. Ну, дети берут пример своих родителей. А пример хороший. Материнский этап жизни Ксении Собчак начался. Ну, а где первый ребенок, там и второй. Сергей Гладун. Программа в теме.